здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки поехали в жизни каждого мастера есть два основных компонента которые влияют на нашу работу это конечно же материалы и инструменты на самом деле я безобразница я за своими инструментами совершенно не ухаживаю пока я работала дома много лет назад за ними ухаживал мой муж смазывал мне их бесконечно вонючей смазкой vd-40 которая невозможно как сильно воняет потом конечно же я ушла к себе на вольные хлеба мужа рядом нет смазывать инструменты мне никто не смазывает но сейчас в продаже появилась вот такая вот замечательная смазка которую могу использовать я самостоятельно которая пахнет цветочными ароматами не вонючая обратите внимание как она замечательно кстати снимает ржавчину с моих кусачек если вдруг кто-то увидел на одном из режущих полотен здесь ржавчина была а теперь ее нет так вот я нашла в своих закромах самые убитые свои кусачки просто до бесконечности убитые и решила их смазать проверить насколько ли это волшебная смазочка ну что девочки скажу вам она волшебная если не доводить свой инструмент до такого совершенно убитого состояния в котором он у меня находится эти кусачки нельзя считать даже техническими а смазывать его регулярно через допустим в каждое второе использование или каждое первое использование перед тем как вы инструмент моете отправляете в сухожар то конечно же ваши любимые кусачки прослужат вам намного дольше ну и это смазка подходит еще и для парикмахерских и для всяких разных интересных штучек в общем в навал берез огромное описание к этой смазки можете зайти почитать я ее осталось довольно буду пользоваться мы же переходим непосредственно к выполнению маникюра на самом деле у меня в работе два основных способа выполнения маникюра это по сухому перед тем как выкладывать материал потому что лучше всего я боюсь если честно использовать всякие разные кутикула рему веры перед тем как выкладывать материал потому что мне кажется что они могут тянуть за собой от слойку какую-то поэтому я делаю это по сухому и второй любимый вариант это по мокрому с кутикула рему вером уже после того как материал у меня выложен после того как у меня полностью готовы ноготки и так обратите внимание одним срезом мы срезаем кутикулу вторым срезом мы полируем кутикулу по поводу полировки кутикулы это мне когда-то давно я ученицу свою возила к мастеру на тренинг перед чемпионатом и она именно так этот процесс и называла что одним срезом мы срезаем кутикулу вторым срезом заполировываем вторые ручки в сегодняшнем ролике это мои самые кошмарные ручки все о них знают это катины ручки я обожаю катю обожаю ее любовь к дизайну обожаю ее стразики и все-все-все и ненавижу ее кутикулу всеми фибрами души она такая липучая на липучая так вот именно для катя я заказала пушеры заказала острые наточенные пушеры обратите внимание как здорово этот пушер подрезал ее кутикулу и ее получилось замечательно срезать получилось все чистенько красивенько все это убрать то есть с катяными ручками у меня наконец-то получилось справиться благодаря хорошему наточенному пушеру да удивительно надо было раньше об этом подумать ну апельсиновая палочка с катяными руками не справляется на следующие ручки у нас марины на этих ручках мы с вами сделаем маникюр опять же сделаем его в два этапа первый этап мы делаем перед выкладкой материала когда фрезой поднимаем кутикулу убираем триги и второй этап уже непосредственно после того как сделали все моделирование пилили ноготки срезаем нашу кутикулу ножничками кстати не сказала вам по поводу ножничек заказала себе ножнички с изогнутыми кончиками давно на них смотрю давно хотела попробовать девочки я влюбилась это замечательно немножечко под другим углом конечно нужно держать руку когда режешь ножничками с загнутым кончиком но тем не менее это просто ван лав я влюбилась ножнички и twizzer и это теперь мои любимые две штучки кстати знаете что было еще очень интересно с вот конкретно этими инструментами мне позвонил непосредственно производитель мы с ним пообщались он не рассказал замечательные интересные штуки находятся не в пятигорске если вдруг кому-то интересно и весь инструмент у них точится вручную это кстати очень интересно было прямо увлекательно пообщаться с производителем было очень интересно послушать его мнение по поводу ухода с за инструментом мы с ним кстати очень сильно спорили по поводу того как можно использовать смазку нужно ли ее использовать перед сухожаром или после сухожара в любом случае мы пришли к общему мнению замечательно разобрали всю ситуацию ну и как вы понимаете лучше смазку использовать перед сухожаром чтобы потом была возможность обработать инструмент для стерильности и давайте вернемся непосредственно к нашей картинке на экране мы смешали блестки с финишем выложили блестками зоны белым гель-лаком доложили еще дополнительных зон будущего дизайна перекрыли все это безобразие финишным покрытием взяли черную красочку и черной красочкой нарисовали тоненькие красивенькие линии все на этом наш дизайн закончился дизайн очень простой простой очень быстрый для начинающих мастеров почему-то эта фраза нравится прям всему ютубу дизайн для начинающих мастеров на самом деле все дизайны для начинающих мастеров возьмите научитесь и все и вы умеете рисовать дизайн так вот дизайн безумно простой очень симпатичный получился марина в восторге как как вы знаете марине цветочки рисовать нельзя ни под каким соусом так вот марина осталась в восторге я осталась в восторге в принципе все остались довольны и надеюсь довольны остались и вы я же тем временем напоминаю что все ссылочки на производителя инструмента вы сможете найти в описании к ролику в принципе этот производитель безумно легко гуглиться во всех соц сетях по грузди в ту и можно замечательно его найти также можно его найти и на вал берез и на озон можно заказывать там сегодня же у нас с вами получились вот такие замечательные ноготки ну еще двое замечательных ноготков у нас тоже получились кстати кать с катиными ногтями возникло некоторое количество проблем которые я сама себе сделала конечно же но об этом мы с вами поговорим в других роликах не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить я же на сегодня с вами прощаюсь всем до новых встреч пока а а а Продолжение следует...